Так что, мы погрузили все вещи, я уже в машине, осталось только спустить котов, Саша пошел за котами, смотрите, как я им тут все оборудовала, сейчас покажу. В общем, я на сиденье постелила плед, чтобы они не скользили, потому что сиденье кожаное, им, наверное, будет неудобно, ну, на коже, а на пледе, я думаю, нормально. Так, ну и тут их лоток, и там ничего не видно, да? Сейчас подождите, я постелила пеленку, на пеленку им положила их, ну, корм жидкий, сухой и водичку, и здесь лоток их. Все, я думаю, моим котикам будет прекрасно. Сейчас Саша их спустит, посмотрим на их реакцию. Вот они, мои вармотики. Пацаны, обустраивайте. Давай, ключик спит. Давай. Барс, выходим, Касперу тоже надо выйти. Выходи, выходи, Барс. Касперу там, наверное, тесно. Каспер, выходи. Каспер. Вон она, мордочка. Чего? Привет, пацаны. Вы готовы к путешествию? Сейчас поедем с вами. Да, котики? Сейчас поедем. Вообще ничего не поймут, куда они попали. Где они, что они? Барс, вот по всей машине не надо только прыгать и лазить. Каспер такой, да ну нафиг, я в клетке посижу. Морду высунул и обратно залез. Каспер, выходи, не бойся. Барс, вот куда ты полез? Куда ты полез? Сейчас Саша ругаться на тебя будет. Каспер, вылази, 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 не бойся, тут все свои. Каспер, 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 Котя, вылази. Чего ты испугался? Не бойся, не бойся, тут все хорошо. Вылази. Боится. Мне кажется, сейчас подпривыкнет. Минут 5-10, может быть, пройдет. И они освоятся. Барс так и вообще уже освоился. Он там все разглядывает, что-то лазит. Каспер еще пока побаивается новой обстановки. Барс, все хорошо? Котя, все хорошо? Каспер, Каспер, что не вылазит? Нет, вылез, потом обратно залез. Передумал. У меня, кстати, вот подушка, помните, я вам показывала, в фикс прайсе покупала. Вообще классно с ней ездить. Надо Саше тоже такую купить. Да, Саша? У Саши нет. Не нужна тебе? Барс, нет, к нам лазить не надо. Вот уже плед стянул. Ты как получала, Свет? Да, вот так. А, я их снимала. Ну ладно. Ну надо ехать. Ладно, нам надо ехать. Время ночи, сколько времени? Время без 20-12 ночи. У нас паром на 4 утра. Ну и то, я не знаю, там вроде как говорят, в порядке живой очереди. Ну, попадем мы на него? Нет, если на 4 не попадем, то следующие во сколько, Саша? В 8. То следующие в 8 утра. Ну, в общем, на какой-то из них должны попасть. Нам ехать дотуда как раз 4 часа, да? Да нет, поменьше. Поменьше? Опасно. Ладно, в общем, мы едем до парома. Мы остановились на заправке. Я хочу заснять цену. У меня просто часто, когда я, ну, просто влоги снимаю какие-нибудь, меня часто спрашивают, Люба, почем у вас топливо, чтобы заправиться? И давайте сравним. Вот я сейчас, мы пока что на нашей, на местные заправки. И когда мы окажемся где-то там ближе на земле, ну, я не знаю, может быть, все получится, и мы еще окажемся в Волгограде. И тогда, если мы там окажемся, я еще засниму цену в Волгограде. Ну, насколько разница, сколько топлива стоит на севере, сколько как бы в более южных регионах. Итак, мы заправляемся дизелем. Ой, подождите. Ничего не видно. Ничего не видно, да? Видно, нет? В общем, цена 55 рублей. Я не знаю, видно вам, нет? В общем, мы заправляемся. Вот внизу, видите, такой маленький квадратик, и там написано, что 55 рублей. Так, вот, я вышла, ребят, чтобы заснять. 55 рублей цена за дизель. Вот. Да ты, видно там, нет? 55 рублей. Это на севере ценник. Так, и тут что? А тут, наверное, нет, не видно цену. Потом вам покажу цену в Волгограде. Мы приехали на баржу, и что? Мы на нее не успели. В общем, она полная, нас не пропустили. Будем ждать следующую баржу. Следующая будет в 8 утра. На 4-х часовую мы не успели. Ну, думаем, что ж, ждать просто так, надо сесть и покушать. Вот наш супер-супер ужин. Картошка, окорочка, огурчики, хлебушек. Ну, в принципе-то и все. Ну, и тут к чаю есть печенюшки, если что, и чай вот в термосе. В общем, всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Котейки наши где-то там сидят. Мы от них заберкодировались вон курткой, чтобы они к нам, ну, не лезли мордочкой в тарелку. Все, ладно, мы кушаем. Так, все, поехала фура на паром. Ой, надеюсь, что нам тоже места хватит. Нас в этот раз запустят. Все, вроде уже припарковывается. Так, поехала вторая фура. Субтитры сделал DimaTorzok Том. Добавил с картофел. Мы заезжаем! Ура! Давай еще. Просто ровно едем, ровно, ровно, подворачиваем потихоньку. Больше на меня, влево, влево, а что еще? Все что ли? Больше нету? Влево? Да. Влево, 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 влево. Вот, а теперь ровненько так надо, просто ровно, не надо поджиматься. Криво стоим. Все, мы на пароме, ура! Вон еще там машинки заезжают. Каспер у меня на коленках. В самый неподходящий момент полез к Сашке. Нам тут на паром заезжать, и он к нему лезет. Каспер, что за дела, Барс? Ой, Барса не видно, вон он там лежит. Все хорошо у тебя, Барс? Все в порядке? Вот он мой мальчик, вот он мой красавчик. Все, все меня облепили, котики-абормотики. Все у вас хорошо, Барс? Все у вас хорошо? К тебе хочет. Барсетина. Каспер. Оба на меня залезли. Оба. Барс, так вы вообще на Каспера залез? Каспер, тебе не тяжело. Все, Барс, на тебя залез. Машина вся в шерсти. Не фокусируется. Пока что темно, потом посветлее станет, я вам покажу. Все машины в шерсти. Сколько? Тысяча шеста. Тысяча шеста. Вончик можем? Да, да, да. Это запаром столько стоит? Да. Ну, что? Сколько? Тысяча шеста. Тысяча шеста. Тысяча шеста. Тысяча шеста за паром заплатили, чтобы перебраться на тот берег стоит тысяча шеста. Да, до этого я не помню, на какую мы плавали едут, где сто отдавал. Да? Это сейчас дешево еще. Так это отчастник или государственный? Это отчастник. О! Мы еще экономно, экономно едем. Ой. Да? Угу. Семейство мое. Все на меня улеглись. Не хотят сзади это сидеть. Они там уже, наверное, устали. Барс, у тебя все хорошо? Саша? А как мне ложиться? У меня коты облепили. Не ложись. Ну, льда, конечно, на реке еще нету. Мне кажется, еще неделю точно будут плавать паромы, да? Ну, вот как они обещали, изначально до первого планируют ходить. Вот они до первого, наверное, и будут тоже ходить. До первого? Угу. Что, спать? Угу. Сколько нам плавать? Четыре часа? Где-то так, три с половиной. Короче, сейчас? Три. Три. Три с половиной. Сейчас полвосьмого. Мы, наверное, отплывать будем восемь. В общем, я вам скажу, когда приплывем, сколько часов мы плыли. Это что? Все, мы плывем. Наконец-то мы поплыли. Это не может не радовать. Все, плывем. Каспер улегся в ноги. Парс дрыхнет на мне. Они так-то не все ночью ехали там сзади, на заднем сиденье. А это вот под утро пришли ко мне оба. Все, мы выехали. Всем доброе утро. Мы приехали. Время полдвенадцать. Ой, нет, не полдвенадцать. Двадцать минут двенадцатого дня. Это сколько мы, получается, ехали? Восемь мы выехали. Девять, десять, одиннадцать, три с половиной часа. Ну, ты так и говорил, что часа три с половиной, да? Угу. Ой, что, мы приехали, получается, сейчас в Нягань, да? Не, ну, при обе пока сейчас. А, при обе. В общем, у меня села камера. Я не договорила. Что? Я сейчас ее немножко от блока подзарядила. Мы проехали Нягань. Уже немножечко отъехали, проголодались. Решили остановиться попить чай. Я говорила, мы заваривали чай в термосе. Вот, кстати, вчера еще заваривали, и чай прям кипяток. Вот Саша налил, там прям пар идет. Горячий пригорячий. Вообще термос классный. Так, с чем мы пьем чай? У нас тут, как всегда, спартанские условия. Мы в машине. В общем, здесь у нас хлебушек, кусок сыра, палка колбасы. Саша, ты вот трогаешь пакеты, мне ничего не видно. Так, палка колбасы. И это что, самса? Угу. Две самсы и по чебуреку. Вот такие большие чебуреки. Короче, нам приятного аппетита. Мы будем пить чай. Вон там у нас чаек налит. Все, мы покушали. Чувствуем себя прекрасно. Саш, ты как себя чувствуешь? Хорошо? Шикарно. Шикарно. Какие у нас планы на сегодня? Выехали мы с Нягоне, получается, и в наших мечтах сегодня доехать до Серова. Мы поставили, ну, на карте. Сейчас покажу. Вот, показывает то, что до Серова 611 километров. Хотели за сегодня проехать 611 километров, в Серове остановиться переночевать, и завтра уже, ну, с утра выезжать в Екатеринбург. Сегодня до Екатеринбурга не доедем, из-за того, что не попали на четырехчасовую баржу. Если бы мы на четырехчасовую попали, то мы бы сегодня до Екатеринбурга доехали, да? Да, ну, можно и сегодня просто неохота приехать туда, блин, поздно ночью искать где-то переночевать квартиру, гостиницу. Это, блин, заморочки надевались. Ну да, а так, если мы сейчас тут остановимся в Серове, завтра мы, считай, в первой половине дня будем в Екатеринбурге. И, ну, у нас будет, мы спокойно можем найти себе жилье, то, сё, там, ну, вообще, посмотри, ты вообще хоть раз был в Екатеринбурге, и я не была, мы еще даже города не знаем, ну, куда ехать, где какой район, то есть, ну, как бы это, у нас будет время сориентироваться, и мы там будем не ночью. Короче, решили, что лучше не спеша, но зато, как говорится, со спокойной душой и со спокойным сердцем. В общем, сейчас проедем 600 километров и будем отдыхать. Остальной путь завтра. Барсик у нас спит. Мы еще тут сверху накрыли пледом, чтобы они не царапали нам сиденье. Барсик спит на сиденье, а Каспер у меня в ноги улегся. Не знаю, чего он решил тут поспать. Ну, пусть. Я ему не запрещаю, где хочет, там пусть и спит. Он до этого там на багажнике лежал и смотрел в заднее окошко, вот это вот, видите, окно. И он прям там улегся и смотрел на дорогу. Такой чудной был, потому ему, видимо, надоело там лежать, к нам пришел. Тут у меня на коленках чуть-чуть побыл и потом в ноги ушел, сейчас лежит в ногах, спит. В общем, котикам хорошо. Правда, единственное, что они ни разу не подошли ни к воде, ни к еде, не хотят ни есть, ни пить, ничего такого. Ну, ничего, приедем, уже в номере остановимся, их накормим и напоим. Ну, хотя еда все стоит в машине, но они не хотят. Облепили меня. Один. И вон второй. Ни в какую не хотят на свои места. Хотя у них тут мягенько, хорошо. Не хотят. Оба вон меня облепили. Саша говорит, они, наверное, возле меня, потому что они чувствуют себя в безопасности. Они не хотят ехать на заднем сиденье, потому что им там страшно. А когда они, ну, что они рядом, как бы с человеком, с нами, с хозяевами, ему, наверное, безопасно, да? Все, мы прибыли в Серов, как и планировали. Мы остановились, сняли себе гостиницу. Счастливые и довольные, будем отдыхать. Ой, прежде чем снять гостиницу, зашли с Сашей в кафе. Покушали очень плотно, очень вкусно. Кушали вообще, я не знаю, как она кафе называлась? Что-то кавказская кухня, по-моему, что-то такое, да? Кавказская кухня, так было вкусно. Ну, вот здесь, в Серове, это кафешка. В общем, я себе заказывала борщ. У тебя лагман был? Угу. У Саши был лагман, и на второй у Саши было жаркое в горшочке. А я себе заказывала люля с картошкой. И по салату заказывали два салата. Это было просто шедеврально. Уж, насколько я, знаете, обычно, даже если себе заказываю первое и второе, я обязательно не доедаю. Но это я прям вот ела до последней крошки, насколько было вкусно. Прям вообще счастливые и довольные поели. Так, давайте я вам покажу номер. Номер, кстати, недорогой. 1400. Почему недорогой? Потому что из-за напольного покрытия... Ну, мы сразу сказали в гостинице, что мы с котами. И они нам сказали, что есть вот подороже номера. Ну, типа, туда с котами нельзя. Вам, типа, номер, в котором говорят, как кафельный пол. Да, короче. Здесь... Сейчас вам покажу. Здесь вот такой вот кафельный пол. И... Ну, это специально. Как бы они говорят, ну, чтобы котики ваши ничего не поцарапали. Ни паркет, ничего, ни ламинат. В общем, такой это... Ну, мы сказали, он нам не принципиально. Пожалуйста, ради Бога. В общем, заходишь в дверь, получается. Вот так вот заходишь. С этой стороны идет, ну, обычная прихожка. Можно повесить куртки. Здесь полочки. Я вот тут вот сумки расположила. Маски наши, водичка. Так. Тут переноска котиков. Здесь дверь в санузел. Душевая кабина вот такая вот большая. Я уже тут расположила тоже наши средства. Еще не купала. Сейчас пойду купаться. Унитаз. Котей, клоток. Ну, раковина, умывальник. Ну, здесь тоже наши средства. Саша... Я уже все расположилась... А, да. И здесь еще есть фен. Та-да-да-дам. Ну, я, конечно, брала с собой фен. Но, блин, классно, что здесь есть. Не во всех, кстати, гостиницах, но именно придорожных, есть фен. А хотя это не придорожная. Это, получается, городская гостиница. Она же в самом городе, да. Поэтому, наверное, да. Так. Ну, и далее просто одна идет комната. Вот такая вот. Двуспальный номер, ну, двуспальная кровать. Тумбочка. Зеркало. Здесь котеек миски с водичкой, с кормом сухим, с кормом жидким. Так. И здесь у нас, получается, тумбочка, телевизор. И такой небольшой туалетный столик без зеркала. Просто туалетный столик. Ну, и наши котейки. Ходят, бродят, гуляют. Я говорю, хоть это ножки поразомнут, пусть гуляют. Гуляйте, котики, гуляйте. Барсик, у тебя что, как дела? Это что такое, Саша? Барс. Да, Барс, вон, шерсть какую-то схватил непонятную. Вот они, наши котейки в целости и сохранности. Довольные, что могут бегать, прыгать и гулять. Да, Барсик? Новое место, новое место. Ну, ничего, привыкнешь. Каспер улегся. Каспер, пойдем с нами на кровать. Пойдем? Все. В общем, мы расположились. Приехали мы достаточно рано. Ну, как рано? Сколько времени сейчас, Саша? До восемь часов начал девятым. Восемь вечера, то есть у нас еще есть время искупаться, поваляться, посмотреть телевизор. Блин, мне вот эта сторона такая прилизанная. Искупаться, поваляться, посмотреть телевизор и, может быть, часов в десять ложиться спать. Ну, и завтра мы планируем не вставать прямо врань-врань. Думаем, часов в восемь проснуться и часов в девять выезжать. Просто мы обычно, знаете, когда на Волгоград едем, блин, в пять, в четыре утра бывает встаем, чтобы выехать пораньше. А в этот раз думаем, зачем? До Екатеринбурга осталось совсем немножко. Совсем не обязательно так. Так прям рано вставать. Так что завтра уже будем в Екатеринбурге. Я пошла в душ. Кайфовать и балдеть. Ну, а вам всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Вече. Редактор субтин겊ов heraus.